В эфире программа «Жить страшно» или «Страшно интересно». Сегодня у меня в гостях Анна Анатольевна Семенова. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Добрый вечер. Анна Анатольевна, ректор Московской школы астрологии «Островед». И сегодня я бы хотел поднять вопрос о научности астрологии. И непростой вопрос, не секрет, что в наше время астрологию могут запросто сравнивать с магией, с алхимией и тому подобными какими-то вариантами мракобесия. Хотя исторически астрология более 2000 лет подряд была очень тесно связана с естественными науками, прежде всего с математикой, с астрономией, с медициной. Разумеется, в разные эпохи контакт астрологии с конкретными науками менялся, интенсивность была разная, характер взаимодействия был разный, но так или иначе что-то сохранялось, какое-то взаимоотношение сохранялось. И такая смена точки зрения на астрологию была вызвана вот таким торжеством в физике Ньютона. Это физика Ньютона, в рамках которой астрологическое взаимодействие, астрологическое влияние на человека якобы никак не может быть объяснено. Поэтому все расстроились, все как-то вот так вот разошлись в разные стороны, но отсутствие объяснений необязательно означает ложность астрологии. Вот пришло еще и наше время, а в наше время появилась квантовая физика. И квантовая физика принесла эдакий вот такой свежий воздух. И соответственно интерес к астрологии опять вернулся, ведь оказывается не все так однозначно, как раньше казалось ученым. И физика Ньютона вот так вот разбавилась, будем говорить грубо. Квантовая физика и вдруг оказалось, что тут есть о чем поговорить, тут есть о чем поспорить. И вот как вы думаете, все-таки по какой причине сейчас интерес к астрологии вернулся? Спасибо за вопрос. Действительно астрология это наука. И наука она потому, что она не просто основана на движении каких-то там физических тел, там Луна и Солнце, математические расчеты, хотя это тоже присутствует. Прежде всего астрология опирается на очень большой философский фундамент, который сам по себе научен. И поэтому астрология тоже наука. То есть поскольку она оперирует законом Карла, законом причинно-следственных связей, это очень глубокий закон, который требует изучения. Астрология это один из инструментов, который помогает постичь этот закон. Понятное дело, что в течение времени, когда философская составляющая уходила из нашей цивилизации, происходила некоторая деградация разума, что ли можно так сказать. Когда люди больше стали внимания обращать ни на сознание, ни на тонкие вещи, а на грубые тела, какие-то физические явления. Понятное дело, что этот философский базис уходит, и на первое место вышла именно такая внешняя часть астрологии, которая позволила всяким разным шарлатанам, может быть, даже от астрологии зарабатывать какие-то деньги. Не помогая людям, а просто пугая их, либо что-то обещая. То есть всё это стало такой игрой некоторой. И из-за того, что сами астрологи, как учёные, деградировали, но и сама наука, то есть люди перестали это считать наукой. Когда стали открывать законы всемирного тяготения, Ньютон, другие учёные, то есть то, что Земля круглая, там всё это пошло. Были нападки же и на духовность тоже. Что покажите мне Бога, как говорится, Гагарин вылетел в космос, и потом прилетел, сказал, Бога я там не видел. Почему? Потому что опять же, вот этот философский базис ушёл, остались только какие-то очень простые детские представления о духовности. Поэтому люди утратили веру, а сейчас всё возвращается. Потому что появляются мудрецы, они ездят по миру, они возвращают это знание. Проснулся интерес прежде всего к философскому знанию. И вот этот интерес к йоге, к философии, к йоге, и всё это потянуло к саморазвитию, к самосознанию, к познанию себя, кто я, в конце концов, внутри. То есть люди стали возвращаться от телесного представления, идти снова к тонким вещам, стали смотреть вглубь себя, стали пытаться познавать свою личность, собственно. Поэтому всё это потянуло и интерес к прикладным наукам, типа астрологии, аюрведы и так далее. И он снова стал возвращаться. И сейчас люди... Ну правда, он пока возвращается в таком простом порядке. Понятно. Получается, что кроме как на философию, то и опериться не нужно. Правильно я понял из вашего подхода. Но философия довольно-таки размытая, неточная. Всё-таки, скажем так, система-то. Как точно можно что-то философией-то объяснить? Насколько это подходит, скажем так, к категории научности? Довольно такая размытая идея философии. Посмотрите, философы так далеко могут нас завести, что и потом не выберешься из этих дебри. Вот получается, что астрология тоже вот где-то там, где-то вот в этой зыбе философской находится. Точного ничего нет? Философия – это базис. Но кроме того, конечно, существуют астрологические трактаты, которые очень чётко описывают и космос, в общем-то, и какие-то физические явления, вплоть до очень точных расстояний. Всё-таки есть астрономическая связь? Ну, астрономическая связь есть. Астрономия – это, безусловно, наука, которая к нам приходит из древности, скажем так. Древние мудрецы, они знали очень много, и мы даже вот в Индии, например, можем видеть целые обсерватории, которые были построены, это научные, астрологические обсерватории с очень сложным устройством, математическими вычислениями, поэтому там мы можем найти, в общем-то, всё. Но ведь не астрономии одной жива-то астрология. Астрология как раз пытается связать определённые события в нашей жизни с астрономическими явлениями. К астрономии как раз вопросов нет. Вопрос к связи астрономических явлений с конкретными событиями, с дождичком в четверг. Вот где тут научность? Как это можно нащупать какими-то реальными инструментами? Есть ли эта связь? Эта связь, да, она дана мудрецами, собственно, сверху, это как бы знание, которое спущено сверху, оно тоже в астрологических трактатах существует. В чём здесь, собственно, заблуждение современное? Современный человек думает, что вот планеты ходят где-то там по космосу, парят, как-то влияют, подошла Луна там ближе, настроение поменялось, подошёл там Сатурн под какой-то градус, что-то поменялось. На самом деле, то, что планеты ходят, они в нашей жизни на нас не влияют, не меняют ничего у нас. Вот, но, то есть сама по себе какая-то планета, она не является причиной наших радостей, либо страданий. Но связь-то должна быть или нет? Но связь есть. Какая связь? Планета – это сигнификатор. Вот как? Как её проследить, эту связь? Чем? Планета – это сигнификатор. Каким инструментом эту связь вот точно увидеть, посчитать? Хорошо, давайте пойдём дальше. Утверждение о том, что астрология – не наука, учёные основывают на том, что методология астрологии несовместима с современными научными методиками, и поэтому астрологию всё равно как-то относят к суевериям, к уже научным учениям, к разновидностям гаданий, к сожалению. Хотя небольшую часть традиционно-астрологических знаний всё-таки наука как-то признаёт, имеющим место быть. Это астрономические знания о движении планеты, то, о чём мы сейчас говорили, развернутая классификация характеристик людей, характера людей. Такое сравнение с психологией проводится, что какая-то система есть. То есть в астрологии научные методики или абсолютно все мистические, или как-то вот их доказать невозможно, вот где эта реальная связь между конкретным событием и вот этими определёнными знаками, определёнными положениями планет. как это вообще увидеть, как доказать любому человеку, который умеет считать, который умеет делать простые какие-то связи, как ему доказать, что именно вот в этом положении происходит какая-то определённая ситуация, что эта ситуация указывает на конкретные события в жизни, что вот дождь, вот он должен пойти вот в этом положении, а не как иначе. Всё-таки это мистификация или это, скажем так, очень такое тонкое знание, к которому всё-таки нужно научно как-то подходить и где это тогда научность? Вот как её нащупать? Проблема кармы в том, что она происходит, конечно, не сразу. Поэтому чтобы видеть, как карма реализуется, как вот этот закон причинно-следственный реализуется, должно какое-то время проходить, поэтому должны быть наблюдения. Поэтому прямо так вот сесть и сказать, ну вот, допустим, вот такая вот конфигурация планеты, то есть она может означать довольно много чего в гороскопе, например. Много разных событий. Поэтому это научность, наблюдение и, в общем-то, вера в мудрецов, которые это знание передают. Потому что астрология очень личностна, на самом деле. То есть это не просто какие-то физические тела, какие-то там космические планеты. Паэты это вторичное. Самое главное – личности. Вот если мы идём как раз в изучение устройства этого мира, научное, да, то мы поймём, что всё основано на личности в этом мире. Может, что есть, что сам закон кармы, он основан на личности. Вот он на личности. Ну вот в таком случае, получается, учёные правы, мы не можем проследить эту связь. Получается, что определённое положение, скажем так, космических объектов вызывает какую-то ситуацию, но через никем неизвестное время. А это значит ненаучно. То есть мы не можем найти вот эту константу, мы не можем сказать, через сколько будет вызвана та или иная ситуация. Ну, определённое явление мы можем проследить, конечно. Даже чисто физически. Ну, это солнечные луны циклы, например, да. А что вызывает? Прилив, отлив, да, рост растений. Но это не влияние на человека. Это не влияние на человека, да. Это всё-таки астрономические явления. А вот именно астрологическое явление, вот как увидеть эту связь, что, допустим, какое-то астрологическое сочетание должно привести к тому, что я потеряю кошелёк, и вот через сколько дней конкретно я потеряю этот кошелёк, через день, через месяц, через год, вот тут есть какая-то закономерность или всё-таки тут нужен вот такой астрологический, то есть мистический подход? Давайте будем, так сказать, тут прямой. Ну, вы говорите о фаталистичности судьбы, я так понимаю, да? То есть вот можно ли предсказать точную дату явления события? Это не фатализм, это, скажем так, научный вычисляемый подход? Астрология вычисляема или всё-таки нет? Вот можно ли вычислить точную конкретную цифру в астрологии? Или всё-таки здесь есть какой-то другой фактор, мистический? Мистический фактор есть, безусловно. Есть выбор человека, который накладывается, и плюс ещё решение свыше, скажем так, которое тоже присутствует. И это всё накладывается. То есть это не просто какое-то механическое явление. То есть произойти должно, но есть ещё много факторов, которые могут влиять на то, когда произойдёт, как произойдёт. Факт, да. Очень интересный момент. В чём-то учёные правы, несомненно. Критикуя вообще критику астрологии, астропсихологии, современная наука часто подкрепляет ссылкой на один интересный эксперимент, называется эксперимент Форера. В 1948 году психолог Бертран Форер провёл простой психологический эксперимент. Он раздал всем своим студентам описание личности, якобы описание их личности с точки зрения астрологии. Но что он сделал? Он взял один гороскоп, первый попавшийся, и всем студентам раздал этот один и тот же гороскоп, который якобы был для каждого составлен индивидуально. И каждый нашёл внимание. Каждого спросил, насколько по пятибалльной шкале он с этим согласен. И где-то вот 4,2. И он проводил это потом много раз. Впоследствии этот эксперимент множество раз повторяли разные исследователи. И вот этим эффектом учёные пытаются объяснять этот феномен широкой популярности астрологических гороскопов, вообще каких-то вычислений, хиромантий, различных псевдонаук. Вот какое объяснение сама астрология даёт этому интересному эксперименту? Ну, человек внушаем, и он хочет поверить. Вот если он во что-то хочет поверить, он в это поверит. И найдёт. Это как медицинский справочник. Открыть, начать читать болезни разные. И, в общем-то, можно у себя понаходить целый букет болячек. Поэтому тут тоже. Потому что ум человек – это такая программированная, внушаемая структура, которая основана на принципах нравится-не нравится. И то, что человека привлекает, он это выделять склонен. Не особо задумываясь, что там на самом деле написано. Поэтому гороскопы лучше читать всё-таки профессиональному астрологу. Мы говорим про такой бытовой, народный гороскоп, газетный гороскоп. Газетный гороскоп – это вообще юмор некий, это очень общие предсказания. Получается, что действительно астрология даёт поле для эксплуатации человеческой жизни. Даёт поле для эксплуатации. Надо всё-таки быть с ней поаккуратнее. Надо быть, но как, собственно, любая наука, которая связана с философией, которая некоторые такие, может быть, мистические вещи содержит, которая медитативные вещи содержит, конечно, она даёт некоторый процент, в неё заложен некоторый процент, скажем так, это нельзя назвать ошибочностью, это можно назвать разрешением заблуждаться, скажем так, для тех, кто её изучает. Почему? Потому что, ну, это как вот в религии тоже, да, в духовности есть атеисты, есть люди, которые верят в Бог. Почему? Атеисты часто спрашивают, почему Бог как бы не покажется и не скажет, вот я, да, почему ты в меня не веришь? Потому что атеисты говорят, Господь не показывается, потому что Он хочет, чтобы у вас был выбор. Поэтому и во всех науках, которые так или иначе на философии основаны, есть вот этот выбор. Поэтому и астролог может заблуждаться, неправильно её изучать, и это его выбор. Астрологика тогда скажет, хорошо, окей. Получается, с точки зрения астролога-мошенника, можно нести какой угодно астрологический бред, просто быть настойчивым, уверенным, логичным, доказательным. Очень такая, конечно, опасная сфера. Как помочь человеку избежать всего этого? Ну, такое происходит. Такое и происходит, и довольно часто. Причём астрологи просто... Был у меня такой случай, что я наблюдала в интернете разбор карты одного из клиентов. Клиент одного из астрологов на форуме попросил сделать ему предсказания какие-то. И дал ему данные свои, то есть дату, место, время рождения. Астролог посчитал, выложил там следом расчёты. И там жуткие картины. Вы неудачник по жизни. В общем, просто такой холодный, тупой расчёт, с наплевательским отношением к клиенту. И я смотрю на эти данные, понимаешь, оно и карту неправильно составило. То есть это ошибка астролога. Но представляете, как вот этому человеку, который прочитал, может, на всю жизнь какое-то пятно у него. Ну вот да. Реально такое бывает. Космос один и тот же. Вопрос, кто мне этот космос преподносит? Кто этот космос преподносит? Поэтому если астролог на самом деле не квалифицирован, он не имеет соответствующих качеств, он не понимает, что его главная задача человека возвышать, человека двигать, в общем-то, к светлому, человеку включать разум, это самая главная задача астролога, а не просто ему какие-то предсказания сделать. Такое чувство, что главная квалификация астролога – это не хитрить. Не хитрить, да, говорить правду. Прежде всего, не хитрить самим собой. Он должен на самого себя смотреть, насколько я квалифицирован, да, собственно. Потому что, насколько я-то сам понимаю закон кармы. В наше время, видимо, непросто. Есть астролог, ну вот вы понимаете, если астролог хитрит, он же несет карму. Ну вот несет-то несет, но его слова-то сбываются, если клиент ему верит. Где же карма-то? Он что-то сказал, скажем так, бред какой-то. Если он не очень-то какой-то такой уж прямо вредный, и это сбылось. Карма-то где? Оно же сбылось. Последствий-то нет. Оно же сбылось. Вот интересно. Весь вопрос в том, что у человека произошло в сознании, у того, который это послушал, какие он сделал выводы, и какие шаги он предпринял. Ну сбылось, хорошо. А человек может в разных состояниях после этого находиться. Может быть в депрессии деградировать и запить. Вера увеличилась. Вера в астрологии увеличилась, но он запил. Он сказал, всё, фатализм, жизни нет, смысла нет у меня. Такая карма вот такая. Лучше птичкой стать. Пошёл, что-то сделал. Хорошо. Другим якобы убедительным доказательством ложности астрологии считается эксперимент, который был начат в 1958 году английскими учёными. И он, говорят, продолжается до сих пор. Его пытаются как-то практиковать. Учёные изучили более 2000 человек, которые родились в одно и то же время. С интервалом несколько секунд. Назвали их временные близнецы. И проследили их дальнейшую судьбу. Ожидали, что такие люди, у них должно быть хотя бы что-то общее. Профессия, сознание, семейное положение, уровень интеллекта, способности к музыке, к искусству, к спорту, к математике, к языкам. Сотня параметров. Учитывали сотню параметров, хоть что-то пытались найти. И оказалось, вообще никакого сходства между временными близнецами не было обнаружено. Они оказались настолько отличными друг от друга, как и люди, которые родились с разницей в несколько лет. Или в абсолютно противоположных местах земного шара. Как вы думаете, этот эксперимент вообще может считаться доказательством несостоятельности астрологии? Или тут есть какой-то подвох научный? Подвох в том, чем мы оперируем. Каким периодом жизни, вот этих конкретных 100 человек, или сколько там было, 200, мы оперируем. 2000. 2000. Современные учёные думают, что жизнь одна. Человек родился с чистого листа, и вот у него 100 лет условные. Поэтому всё вроде как должно быть одинаково. Но поскольку мы не тела, есть законы реинкарнации, мы имеем духовную природу, у нас уже миллионы, бесконечное количество жизней за плечами, есть прошлая карма. Поэтому всё не так просто. Просто, как говорится. Правильно я понял, что астрология утверждает, что имея абсолютно одинаковую карту, человек проживёт, два человека проживут абсолютно разные жизни. Запросто. Конечно. И как астролог это поймёт? Что-то может быть похожим. Вот приходит родитель, приносит ребёночка, говорит, вот он родился 1 декабря, в 7.00 утра, вот скажите мне что-нибудь. Он же говорит. Он же говорит. Он пишет, говорит, он составляет карту. Как он может вообще всё это говорить, если реальное изучение показывает, что люди, родившиеся под одной и той же фактически астрологической карты, под одним и тем же небом, живут абсолютно разные жизни. Как он догадывается, этот астролог, что именно этот ребёночек проживёт именно эту жизнь? Ну хотя бы в общих чертах. Как? Мы не можем основывать только на карте. Он же ребёнок на чём? Какие-то предсказания о будущем. Но мы всё равно понимаем, что есть прошлое. Поэтому предсказывать какие-то точные явления в жизни ребёнка, это очень опасно. Вот что бы вы сказали ребёнку? Ваше положение. Раз ребёночек, вот он родился, в 7 вечера сегодняшнего числа. Вот он родился. Что вы можете сказать? Астрология может сказать общие вещи, конечно. То есть определённый психотип, понять? Психотип. Да. Определённое прошлое. Всё-таки люди, родившиеся при одним вариантах скоплечья планет и звёзд, будут иметь одинаковый психотип. Да. Опыт показывает нет. Общее, конечно, есть. Но опыт показывает нет. Но есть жизнь каждого конкретного человека, и жизнь разная. То есть есть прорабха карма, скажем так. Объясните. Это карма, которая из прошлого, она, собственно, и определяется датой рождения. То есть мы видим, скажем так, нулевую точку. Но потом человек начинает расти, действовать, делать свой выбор. Очень много разных факторов внешних влияет. И поэтому всё меняется. То есть они похожи какое-то время? Карма меняется постоянно. И уже через 20-30 лет она вообще другая. Первые 20 лет они одинаковые потом меняются? То тоже разная, потому что карма меняется каждые 7 минут, скажем так. Но мы видим, ребёночек не очень-то меняется. Он так достаточно стабильный. Пока ребёнок маленький, конечно, у него одни и те же потребности, все похожи. Хотя разница тоже есть. Можем понять, что какие-то дети активные, какие-то, в общем-то, более медлительные, есть разные черты характера. Поэтому разница есть, психотип есть. Но это базис. А астрологи проводили подобные исследования? Потому что получается, что астрологи ничего не могут противопоставить вот этому достаточно серьёзному исследованию. Это же столько людей изучено, это же столько времени на это потрачено. Учёные, я смотрю, тут серьёзно бьются по этому вопросу. Вопрос, чтобы проводить исследования, нужно понимать прошлый человек, конечно, и нужно прослеживать всю его жизнь. Исследования, безусловно, есть известные астрологи, такие как Кира, например, который проводил очень глубокие исследования, это хиромант. И он действительно исследовал... То есть хиромантия это предсказание по руке, то есть это анализ по руке, грубо говоря. И он вёл разных людей в течение их жизни, смотрел очень внимательно, исследования проводил. Поэтому, скажем так, они признаны его исследованием. Но временных близнецов он не рассматривал. Честно говоря, не знаю. Вот, видимо, хорошая задача для астрологов. Конкретная задача, наверное, интересная. Потому что меня спрашивают довольно частый вопрос. Особенно вот есть же близнецы, которые там разница в 5 минут. Например, у меня тоже есть сёстры-близнецы старшие. У них разница в 5 минут. Ну, одна нормальная, а другая чуть-чуть как бы с проблемами в здоровье. И вот, да, прошлая карма разная всё-таки, да, есть. Есть на чем поработать. Я думаю, это вот задача для современных астрологов, чтобы они всё-таки свои научные исследования тоже проводили. А то, получается, астрологи, конечно, самоутверждены в своей науке, но внешний мир, я смотрю, агрессивно напирает на астрологии. Что-то надо противопоставлять. Потому что, не имея своих исследований, астрологи оказываются у разбитого корыта. Они просто ничего сказать не могут. Хорошо, давайте, может быть, более позитивный факт возьмём. В 2000 году комиссия по университетским грантам и Министерство по развитию человеческих ресурсов Индии решили ввести курс ведической астрологии в индийских университетах, разослав письма с предложением грантов в размере 1,5 миллиона рупий в случае, если этот университет откроет отделение с преподаванием ведической астрологии. И на это предложение откликнулись 35 университетов. И удивительно, но это вызвало очень резкую реакцию научного сообщества Индии. Это выразилось в протесте, в реальном протесте, против попыток придания научного статуса вот этой якобы псевдонауке. Но гранты победили, против денег не попрёшь, и в настоящее время в почти что 35 университетах Индии существует отделение, кафедры ведической астрологии, которые присваивают учебные степени по джиотишу. Это ведическая астрология. Выпускают специалистов, кандидатов, докторов наук. Вот интересный вопрос. Как вот вы думаете, почему даже Индия, последний оплот ведической астрологии, постепенно сдаёт свои позиции? Что вообще происходит? Именно уходит духовность. Уходит духовность. Потому что астрология, она всё-таки, как я говорила, это не просто какая-то техническая специальность, наука. Она очень тесно связана с пониманием духовной природы человека, с пониманием того, что он на этой планете имеет свои задачи определённые, которые он должен решить в течение жизни. С пониманием того, что он зависимое существо, что есть Бог, что есть высший разум, абсолютная истина. И что всё в этом мире не так просто. Не просто ограничивается измерением трёх координат. Не просто трёхмерное измерение физическое, есть более глубокие вещи. Поскольку это понимание уходит, то есть есть метафизика, поскольку понимание метафизики уходит, поэтому даже в Индии очень много атеистических вещей происходит. Индия равняется в этом плане на западном полушарии сейчас. Поэтому есть противодействие. Но, слава Богу, есть и пока не только влияние атеизма, но и всё-таки в Индии пока ещё сильное влияние духовности есть. Поэтому она побеждает. В каких-то местах побеждает, где-то уже нет. Вроде бы Индия метафизическая страна. Почему же вот такие материалистичные движения, такая даже агрессия? Если с Востока идёт такая агрессия на астрологию, то что же нам-то тут делать на Западе? Похоже, мы и так можем проиграть эту битву. Вот материальная наука пока стоит на своём. В этом плане. Хотя первые учёные, даже в эпохе Ньютона, не были верующими людьми. То есть они изучали эти законы мира, понимая, что Создатель стоит за этими законами и очень с большим уважением делали свои открытия. Но сейчас теория Черезадаровина всё разрушает. Поэтому сейчас просто догма есть. Есть некоторая догма в научной среде, что надо считать так. Есть учёные, которые считают по-другому. Не все учёные одинаковы. Есть учёные, которые читают по-другому и пишут книги, но мы про них не знаем, потому что есть некоторая завеса пропаганды. Но если даже на родине ведической астрологии в Индии идёт такое противостояние? Индия сейчас подражает Западу, поэтому и в этом плане тоже идёт. Материальный прогресс, видимо, делает своё дело. Материальный прогресс делает своё дело. Сознание человека суживается, до каких-то физиологических потребностей. Я заметил, что астрологи сами-то не очень-то объединены. Хотя и в науке есть некоторые разночтения, некоторые споры, некоторые противостояния. Но в астрологии тоже нет никакого единства. Разные школы, разные концепции. Не видно, чтобы это был какой-то единый фронт, который бы стоял на защите этих астрологических концепций, как-то защищался, проводил какие-то совместные исследования. Любые исследования требуют такого глобального подхода. Нужно, чтобы было много экспериментов, подтверждений. Не видно, чтобы астрологи особенно-то хотели защищаться. Не видно их желания объединиться и что-то противопоставить. Нет, согласна. Хотя есть ассоциации астрологов, есть даже день астролога, который празднуется. Но это как бы такая фикция некоторая. Действительно нет. Каждый астролог преследует свои какие-то цели. В основном просто потому, что и астрологи в большинстве своём не стремятся мудрецами стать. Такое чувство... Стремятся, в общем-то, сделать бизнес. Что кто первый объединится, учёный или астрологи, те и победят. Но с точки зрения закона кармы есть, конечно, другое правило некоторое, которое гласит, что побеждает тот, кто больше уважает противника. Поэтому посмотрим. Уважают ли астрологи учёных? Больше, чем учёные астрологов. Конечно, тоже вопрос. В уважении-то можно и победить. Тут вопрос в государственном лицензировании. Одним рощикам пера можно запретить всю астрологию вместе со всеми другими оккультными науками. если наука будет настаивать на этом. А астрологи не объединятся и не противопоставят этому. Согласна. Всё равно объединение нужно, потому что, как говорится, один в поле не воин. Хорошо. На прощание один маленький блиц вопрос. Если бы вам выдали грант, вот как это сделали в Индии, на написание книги об астрологии, пообещали бы напечатать её стомиллионным тиражом, на какую бы астрологическую тему вы написали бы свою книгу, как бы её назвали? Что бы это была за книга? Духовная астрология. И так бы её и назвали? Ну, над названием можно, конечно, подумать, чтобы не напугать читателей. Но я постаралась бы в этой книге раскрыть связь астрологии с очень глубокими и философскими знаниями, а не просто дать какие-то материалы. Просто астрологических книг много. Понимаете? То есть можно спокойно в интернет зайти и разные знаки поизучать, что-то почитать, но толку от этого мало, потому что человек всё равно, поняв знаки, не поймёт, как этим пользоваться. Я бы в своей книге всё-таки дала инструмент, как всё-таки правильно астрологию применять, а для этого её нужно связать. Так или иначе, с метафизикой. Понятно. У меня в гостях была Анна Анатольевна Семёнова, и это было страшно интересно. Большое спасибо. 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 Спасибо.